В прямом эфире Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и сначала коротко о главных из них. Лечить с Божьей помощью новый корпус республиканской больницы осветили. Народное законотворчество. Написать федеральный или региональный закон может теперь любой житель России. Ищу тебя. Артистка из Кабардино-Балкарии надеется найти в Хакасии брата, связи с которым нет уже более 20 лет. Последствия бури сегодня весь день устраняли энергетики. Напомним, сильный ветер бушевал на территории республики накануне вечером. Порывы на линиях, падение электроопор привели к отключению света во многих населенных пунктах. Обесточенными оказались Сорск, Абаза, Черногорск, села Аджиникидзовского, Усть-Абаканского, Аскизского и Таштыбского районов. За ночь энергоснабжение восстановили практически везде. Днем работы велись только в Ширинском районе. Без света сидел районный центр и Туим. К этому часу все порывы устранены. Процедура освещения сегодня прошла в новом корпусе республиканской больницы. Провел ее лично архиепископ Иоаннафан. Стоит отметить, для Хакасии освещение новостройок не в новинку, но ни с одним из корпусов главной больницы республики прежде не был совершен этот обряд. Константин Красов наблюдал, как медицина становится ближе к Богу. Священнослужители в республиканской больнице гости нечастые. Казалось бы, медицина, наука довольно прагматичная, но за процедурой освещения наблюдает значительная часть персонала. Проводит ее лично владыка Иоаннафан. При каждой больнице имеется храм, а то и несколько, как скажем, в Германии. Поэтому это обычная общечеловеческая практика, и это замечательно, что мы к ней наконец-то повернулись. Для любой болезни важно и лечение тела, которое проводим мы, медики, и лечение души. Вот сегодня именно было вот это вот освещение посвящено тому, что духовное состояние человека, его состояние души было вот спокойно, и тогда эффект от нашего лечения, он в несколько раз будет выше. Впрочем, если духовные силы на видеокамеру запечатлеть невозможно, медицинские технологии видно сразу. В новом корпусе современнейшая аппаратура. Например, эндоскопический аппарат, словно робот, напичканный электроникой, дает максимум нужной информации о пациенте. А эта аргонная установка вовсе единственная на всю республику. Этот электронож уникальный по своим функциям, он вызывает минимум осложнений и очень удобен для удаления доброкачественных опухолей, предраковых заболеваний и остановки кровотечения. Сегодня в стационаре находится почти 200 пациентов со всей республики. Альбина Лобасова из Кирова, Алтайского района. Говорит, несмотря на условия в корпусе, когда узнала о том, что он стал еще и ближе к Богу, стало спокойней. Глядишь, и лечение пойдет быстрее. Сейчас везде здания освещаются всегда, и молодежь чувствует себя как-то вроде бы защищенно, вроде бы с Богом чувствует себя всегда. Стоит отметить, союз церкви и медицины для Хакасии не новинка. Например, в Абаканской больнице есть даже свой храм. Однако главное республиканское медучреждение подобных мероприятий прежде не видела. Первый корпус республиканской больницы стал первым принявшим чин освещения. Высшие силы или врачи помогут избавиться от хвори, пациенты могут верить во что захотят. В любом случае, современные технологии и условия в учреждении позволяют оставаться, как у Христа за пазухой. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Снаряд от миномета обнаружил накануне житель Абакана. Любитель подводной охоты наткнулся на опасный предмет прямо в Енисее, в районе Братского моста. Болванку мужчина сначала заснял на камеру прямо под водой, а затем позвонил в полицию. Доставали опасный улов водолазы-спасатели. Вся процедура заняла несколько часов. Как выяснилось, снаряд учебный. Однако полицейские изъяли предмет для дальнейшего изучения. Предстоит также выяснить, как болванка оказалась в Енисее. Стоит также отметить, что это уже шестой случай с начала года, когда жители Абакана сообщают об обнаружении снарядов. Необходимо обратить внимание жителей республики. Если вы обнаружили подозрительную находку, нельзя трогать ее руками, открывать сверток. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02. На место сразу же прибудет следственная оперативная группа совместно с сапером, который обследует находку. В противном случае это может быть опасно для вашей жизни и здоровья. 16 семей молодых саиногорцев вскоре отпразднуют новоселье. Такая возможность у них появилась благодаря муниципальной программе. Жилищные сертификаты им вручили накануне в администрации города. У большинства молодых семей возможность приобрести квартиры появилась лишь благодаря муниципальной программе обеспечения жильем молодых семей. За пять лет по этой программе смогли улучшить жилищные условия 50 саиногорских семей. В этом году сертификаты на право получения социальной выплаты получили 16 счастливчиков. На самом деле очень рады вообще, что попали, что получили уже сертификат. То есть намного легче будет. По крайней мере, как первоначальный, она пойдет в взнос в любой банк, на любую ипотеку. В 2013-м на реализацию программы ушло 12 миллионов бюджетных рублей. Федеральные, республиканские и местные бюджеты оплачивают семьям примерно треть стоимости квартиры. Эта программа будет работать и мы надеемся, что мы с каждым годом будем все большему числу наших горожан предоставлять такую поддержку. Пока работает федеральная программа, естественно, и республиканская, то и местные программы будут работать. Сертификат действительно всего 9 месяцев. Таковы условия муниципальной программы. Поэтому обладателям сертификатов нужно спешить, чтобы подобрать самый оптимальный вариант квартиры для себя. Написать федеральный или региональный закон может теперь любой россиянин, в том числе и жители Хакассии. Единственное ограничение – возраст не младше 18 лет. Правительство России запустило сайт общественных инициатив накануне. Здесь можно оставлять любые предложения по улучшению жизни граждан, предварительно зарегистрировавшись. За малый срок портал уже стал довольно популярным. Например, есть предложение ввести в школы изучение ПДД, запретить аборты или ввести пожизненное наказание для наркоторговых. Все предложения специальная комиссия обрабатывает около месяца. Сегодня жители Хакассии также могут высказать предложения, причем касающиеся не только страны, но и региона. Естественно, это один из важных шагов для развития гражданского общества у нас в стране. Я не знаю аналогичных примеров за рубежом, поэтому, возможно, это ноу-хау президента Российской Федерации. И я думаю, что этот шаг действительно будет способствовать развитию участия наших граждан в управлении государством, регионом или той территории, на которой они непосредственно проживают. Жители станции Ербинской недоумевают, почему в их новом ФАПе нет постоянного фельдшера, как это было прежде. Сейчас сюда по графику несколько раз в неделю приезжают участковый терапевт, педиатр и медсестра. Для того, чтобы получить полноценную медицинскую помощь, жители Ербинской вынуждены ездить в Сорск. По словам главного врача больницы Николая Харланова, это нормальная ситуация, ведь Ербинская относится к Сорску. Все ее жители приписаны к одному из городских врачебных участков, а чтобы открыть самостоятельный, на станции недостаточно населения. Впрочем, жители Ербинской намерены обратиться к властям, чтобы фельдшер в селе находился постоянно, ведь здесь живут более тысячи человек. У населения, конечно, требуют, тут всегда было, здесь всегда было, здесь фельдшер постоянно был. Постоянно было, а сейчас вот так, как уже участковый медсестр перевели, теперь придется на час, на два, ну максимум на три часа ездить. Помогите найти брата. С такой просьбой в нашу редакцию обратилась актриса русского драматического театра имени Горького, Рушения Кулахметова. Напомним, артисты из Кабардино-Балкарии в эти дни гастролируют в Хакасии. Их приезд стал возможным благодаря федеральной целевой программе «Культура России». И как оказалось, одна из актрис в нашу республику ехала с особой надеждой. Рушения Кулахметова, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, занята практически во всех спектаклях. Поэтому личного времени на поиски единственного брата у нее нет. Рассказывает вся ее семья, в которой пятеро детей, люди творческие, особенно Рушан. Он у нас самый талантливый в семье. Он играл прекрасно на гармошке. Он писал картины. Он очень творческая внутри натура. Очень добрый. Нами всеми любимый. Так сложилась судьба, что Рушан Кулахметов уехал в Абакан. Говорил, нашел здесь женщину. В гости на родину приезжал всего раз. Еще в конце 80-х. Обещал вернуться. С тех пор невесточки. Ничего, никогда. Расстояние очень далекое. И вот так вот получилось, что мы на гастроли сюда приехали. Пожалуйста, отзовитесь, кто его знает. Но я была бы счастлива, если бы мой брат сам отозвался. Рушанья очень надеется. Люди в Хакасе отзывчивы и обязательно помогут. Театр из Кабардино-Балкарии на гастролях до 18 ноября 19-го домой в Нальчик. В течение этого времени информацию о Рушане Кулахметове, родившемся 10 апреля 1953 года, можно будет сообщить по телефону его сестре 8 923 914 10 56 или к нам в редакцию 22 72 82. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести, Хакасе. Сегодня в Хакасе увековечили память героя России Игоря Лелюха. Мемориальную доску торжественно открыли в Абаканской школе номер 9, где он учился. Мальчик из семьи военных взял пример с отца. После школы поступил в Новосибирское общевойсковое училище. В 1994 году участвовал в боях Первой Чеченской войны. Капитан бригады спецназначения ГРУ Лелюх успешно провел несколько сложных спецопераций. Свой последний бой принял в Грозном. 1 января 1995 года, когда поступило сообщение о захвате боевиками одной из частей бригады, отряд под командованием Лелюха направили на прорыв окружения. Без поддержки арт-огнем и без бронетехники бригада долго продержаться не смогла. Своим подчиненным он приказал прорываться к основным силам врага. Сам тяжело раненый в одиночку остался их прикрывать. 30 минут он вел бой, но был убит боевиками. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России посмертно. Лелюх Игорь, сыной своей жизни он спас своих подчиненных, своих однополчан. Ну действительно герой. И на таких примерах мы должны воспитывать наших школьников. Идея установки мемориала принадлежала одноклассникам Игоря. Инициативу поддержал как педагогический коллектив школы, так и местные власти. Кроме того, в ближайшее время на фасаде девятой школы появятся еще две мемориальные доски с именами Сергея Ашлапова и Владимира Литвинова, которые также не вернулись домой с боевых заданий. Получить статус онлайн смогут 10 абаканских пенсионеров и ветеранов буквально через два месяца. Осваивать современные технологии пользователи с солидным жизненным опытом будут в новом, оборудованном ноутбуками классе, который открылся в столице Хакасии. На первом уроке компьютерной грамотности побывали и наши корреспонденты. Сегодня Любовь Андреевна, как и другие ее ровесники, сделала первый шаг к освоению сложной ости науки. И не сомневается в важности и увлекательности этого процесса. Сейчас такой век идет компьютер. Все, что захочешь узнать, это нужно знать компьютер. Это раз, а во вторых, да, вот и сейчас как хорошо, удобно. Коммунальные услуги, пожалуйста. Занятия для студентов-пенсионеров будут проходить два раза в неделю в течение двух месяцев в Абаканском пансионате ветеранов. Первый урок провел технический директор общественной организации Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров Давид Манчхова. Дальше обучать пенсионеров навыкам общения с компьютером будут студенты-волонтеры. Молодежь расскажет и покажет, как пользоваться простыми программами, интернетом, в том числе социальными сетями и поисковыми сервисами. Очень многие в дальнейшем используют интернет-ресурс для публикования. Тоже, что немаловажно, это самореализация, то есть мало там ты себе написал где-то в тетрадочке, а другое дело, когда ты опубликовал, ведет человек собственный блог, получает отзывы, это же тоже очень позитивно влияет на внутреннее состояние человека. Хакасия стала 58-м субъектом, в котором открылся такой центр обучения. Это произошло благодаря национальной программе «Бабушка и дедушка онлайн». Специалисты ассоциации задают вектор обучения, дают методики и надеются, что регион в дальнейшем будет развивать эту практику и открывать дополнительные компьютерные классы. Топыт регионов, которые уже прошли это обучение, очень положительно влияет. Молодое поколение уже более с уважением смотрит на пожилых людей, связь поколения осуществляется. Это очень здорово. Можно не сомневаться в том, что курсы компьютерной грамотности будут пользоваться популярностью у старшего поколения, ведь столько нового и интересного сулит жизнь онлайн. Это не только общение с близкими в социальных сетях и по скайпу, но также возможность записываться к врачу через электронную регистратуру и отстаивать свою жизненную позицию и принимать участие в обсуждении проблем города и республики. Елена Крылова, Юлия Домбаева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Фантазия и притча о жизни человека, в которой главный герой предметы. Необычную премьеру, которая состоится уже завтра, готовят в кукольном театре «Сказка». Спектакль по пьесе «День рождения Дашеньки» впервые ставится на театральной сцене, хотя пьеса Алексея Ушакова вошла в шорт-лист, большой лист второго всероссийского конкурса работ драматургов, пишущих для театров кукол. Главный режиссер сказки прочитал ее случайно, решил ставить сразу. Настолько понравился необычный взгляд автора на самые простые вещи. И наоборот, позиция этих простых вещей – торта, свечек, чашек – по отношению к человеку. Зацепило и образное воплощение простой истины. Надо радоваться каждому прожитому дню. Реалистическая фантазия, можно так назвать его, размышление о жизни, размышление о смерти, размышление на тему вообще существования в этом мире, для чего ты есть, какая твоя задача в этой жизни. Вот такие вот какие-то вот ассоциативные такой вот ряд какой-то должен возникать. Саян и Хакасия начали свой сезон с поражения. В Красноярске наши хоккеисты провели две игры с Енисеем-2. Первая закончилась со счетом 2-1, на вторую игру настроиться тоже не смогли. Счет 3-1 в пользу хозяев. Следующие игры Саян и Хакасия снова проведут на выезде. 19-20 ноября подопечные Виталия Лазицкого продолжат выездную серию матчей в Иркутске против Байкал-Энергия-2. У меня на этом все. Хороших вам вестей. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok